Всем привет! В эфире кулинарное шоу Время есть с Ириной Ортман С Марией Шматковой Вы смотрите шоу о вкусной и полезной еде И это не просто кулинарное шоу Это интересные встречи, эксклюзивные интервью И конечно же сюрпризы В первую очередь для нас, ведь мы не знаем, что сегодня будем готовить А вот наш спонсор о подворье знает точно Давайте посмотрим наш волшебный пакет И мне всегда интересно, что же там А в пакете у нас багет Тут есть кое-что из сливочной, что мне явно подходит Это семга, слабосоленая Парамскую ветчину ягоди себе Ты забираешь слабосоленую семгу И начинаем готовить брускетты? Да, как будем нарезать багет? Чуть-чуть по диагонали, да? И мы наш багет немного подсушим в духовке Поэтому давай нарезаем Отправим в духовку Размещаем на против Но мне кажется, еще можно его также просушить в тостеры Но мы сегодня будем это делать в духовке Отправляем наш багет в духовку Буквально на 5 минут Время есть! Смотрите кулинарное шоу на ОТВ Для меня принципиально важно, чтобы в брускете все ингредиенты были порезаны максимально мелко А для тебя, Маш? Слушай, ну я обычно рыбу режу тонкими ломтиками А я квадратиками Ну с удовольствием попробую в твоей вариации Вот, кстати, именно этим отличается кулинарное шоу Время есть на ОТВ Потому что именно здесь мы делимся с вами своими секретами Ты правда повар третьего разряда? Я вас обманула Шутка! Ну на самом деле, это же было в школе, я рассказывала Нам присвоили квалификацию Я не знаю, насколько это правдиво Это было профобучение в 10-11 классе Ну ты помнишь, что тогда вы готовили? Это типа как труд, конечно, я помню И все эти коронки я уже проявила и приготовила на нашем кулинарном шоу То есть вы готовили шарлотку? Мы готовили блины Блины! Практически каждый урок мы готовили блины Я знаю, кому повезло, вашим мальчикам Вы, наверное, подкармливали Нет, наших мальчиков не было на этих уроках Потому что они выбирали, как правило, специализацию Автослесарь У нас в основном были одни девочки Я, если честно, вспомнила свои уроки труда И мы там готовили не только блины Мы готовили первые, вторые блюда, салаты И когда была перемена, к нам всегда прибегали мальчишки И просто за пару минут все это сметали Нам ничего не доставалось Но судя по тому, как они уплетали все это за обе щеки Это было, наверное, вкусно Но хочется в это верить Маш, учитывая, как справляешься на кухне Сейчас ты была отличница Я была отличница, но мои кулинарные достижения Все-таки принадлежат... Это заслуга моей бабушки Маши, в честь которой меня назвали Она потрясающе готовила И так как я была старшая внучка, всегда помогала ей То есть я это прям вот буквально с пеленок стояла у плиты А я в 10 лет приготовила свою первую пиццу На батоне, правда, она была Ну, это была пицца Моя семья очень оценила, знаешь ли, мои кулинарные способности Сегодня, отправляя на съемки, мой муж спросил А с кем ты сегодня будешь готовить? А мы перечимы... Он сказал, это как раз тот случай, когда работу на дом брать можно Запоминайте, берите работу на дом А если серьезно, просто бабуйте своих близких и смотрите кулинарное шоу Время есть Время есть на ОТВ С Марьей Шматковой Ириной Ортман Очень люблю я, когда мы с тобой так слаженно работаем Мы сегодня делаем два вида брускетт Я напомню, с слабо соленой семгой Пармской ветчиной И, конечно же, мы добавим вяленых томатов, лимончика, укропа И база у нас будет творожный сыр Поехали! Кстати, брускетта – это отличная идея для быстрого, вкусного, полезного, сытного завтрака Ну, не только завтрака, кстати Причем вариаций может быть сколько угодно Вот с чем ты любишь есть? Я обожаю брускетты с семгой и с помидорами и авокадо Просто овощные брускетты Я всегда их заказываю в кафе, когда завтракаю не дома В этом у нас с тобой практически стопроцентное попадание Потому что мои самые любимые брускетты – это тоже с семгой И овощные с томатами, со свежими, вялеными, авокадо Обожаю просто этот овощ, обожаю Но сегодня в ингредиентах авокадо нет и помидор только вяленый Я просто напомню, что для нас с Ириной всегда сюрприз Что мы будем готовить для вас Это решает наш спонсор Поэтому он сегодня… О подворье О подворье Именно он формирует продукты, из которых мы готовим эти потрясающие блюда Для вас Для вас оставайтесь на канале ОТВ Смотрите кулинарное шоу Время есть с Ириной Ортманом и Марией Шмарковой Маша, а что мы сделаем с вялеными томатами? Мы их порежем или мы будем целиковыми дольками класть? Смотри, вяленые томаты все-таки не для рыбы, а для пармской ветчины А тебе к рыбе я предлагаю… могу тебе помочь порезать тонко лимон И украсить все это укропчиком свежим Согласна? Я была бы тебе очень благодарна, если ты разберешься с лимоном Держи Я напомню, что сегодня для приготовления брускет мы использовали багет Подсушили его предварительно в духовке У нас сегодня брускет двух видов слабосоленой семгой И пармской ветчиной, и, конечно же, основа, Ир? Творожный сыр А угощать мы, кстати, будем Ой, какую прекрасную сегодня гостью, которая уже сидит в студии Сидит в студии, да, и ждет, когда мы пригласим ее за стол Подсказочку Подсказочку, да, подсказочку Ну давай, небольшую подсказочку Кто у нас сегодня в гостях? Это очень хорошая моя девушка, знакомая, коллега, певица и актриса Которая сыграла, между прочим, более 15 ролей В кино? Да Какой у тебя самый любимый фильм с ее участием? Ну, сразу сейчас все догадаются Оставляем интригу Да Ну и финальный штрих, немного базилика Сушеный базилик блюдо не испортит Это еще один наш штрих Сегодня у нас в гостях умница, красавица, певица, актриса, экс-солистка группы «Рефлекс» Женя Малахова Спасибо, что пришла, Женя, мы тебя очень рады видеть Спасибо, еще ты, правда, нет, вру, упустила Подруга твоя юрист Юрист подругу, да, я уже Да, это, мне кажется, во всем в этом, на самом деле, самое важное, это женская энергия Абсолютно согласна, потому что все эти регалии, все хорошо, а когда женская энергия, она собирается вместе Особенно когда собираются все вместе на кухне, приготовили что-то своими руками Жень, честно, мы старались сегодня от души, тебя хотелось и удивить, и порадовать, и решили приготовить На выбор На выбор, да, два вида брускетта Вообще, что ты предпочитаешь на завтрак, любишь ли ты брускетты? Я вот уже вот-вот-вот облизываюсь на вот это вот, кто это у нас? Это мясо, мясо, панское, вот я на нее сейчас, девочки Ну, наконец-то, ну, наконец-то у меня появилась группа поддержки, потому что Ирина не любит мясо Я ее просто не ем, уже почти 20 лет, Женя знает Бери, угощайся брускетту Спасибо большое, я вот беру там, где побольше мяса, поменьше хлеба Я по поводу завтрака, я очень люблю вообще первый прием пищи Для меня это самое главное, самое вообще важное Я могу целый день потом не есть, но позавтракать я должна Слава Богу, благодаря профессии я не встаю там, в 8 утра я сразу выбегаю из дома Больше всего, конечно, люблю какие-нибудь такие творожные истории Но, знаете ли Но у нас основа, кстати, творожная Готовишь сама? Да, да Муж тебя балует? Если, как бы, я что-то захочу такое, то безусловно Но я очень вкусно готовлю А что ты любишь готовить? Что твоего коронного блюда? Ну, если это завтрак, то все почему-то очень хвалят и любят мои сырники Это уже ходят какие-то легенды Кстати, странно, что ты до сих пор не была на моих сырниках Да, но я видела в инстаграме Нет, они действительно какие-то, они какие-то и очень интересные Я не могу сказать, что я сама от них в восторге На моем, грубо говоря, мнении, они должны быть чуть-чуть для меня, другие Но все всегда говорят А сырнички будут? А сырнички приготовишь? Ну, как бы, это уже куда-нибудь Поделись рецептом с нашими телезрителями Я думаю, им очень интересно Да даже мне очень интересно От Жени Малаховой рецепт фирменных сырников Слушайте, я, наверное, не удивлю Я сама не люблю такие рецепты На глаз Все на глаз Ну, как бы, берется все, как и всегда Яйцо, творог Какой процентности творог? Творог я беру девятипроцентный Если честно, дома я часто экспериментирую, если это для себя Если ко мне приходят гости, я всегда беру один определенный Не буду называть марку, но, значит, нарисован там котик С ним всегда получается стопроцентный сырники Вот, грубо говоря, если ты не хочешь вот этого, вот этой неожиданности У меня была такая история на съемках фильма «Азорь здесь тихий» Я пригласила к себе Петю Федорова, значит, на завтрак Потому что мы жили в лесу, реально, с белками, медведями и так далее Я заехала на какой-то рынок, купила вкуснейший домашний творог Думаю, ну, сейчас все прям будет на лучшем уровне Значит, я готовлю нашей там съемочной группе, в том числе Пете, значит, эти сырники И у меня происходит какой-то фейл Впервые в жизни эти волшебные руки Просто такое на сковородке То, собственно, с чем сталкивается, мне кажется, каждая женщина на кухне Когда говорит, как сырники готовить, они у меня растекаются И я просто в панике, давая их там практически, не знаю, какой-то... Может, склеивать, да? Да, как корейнским их склеивают, но что-то такое Это больше были, наверное, такие оладушки, потому что ничего не получалось Но вот с котиком получается всегда Ну, вот и затронула тему уже кино Один из моих любимых фильмов И твоя роль, а Зорь здесь тихий, конечно же Наша задача Догнать противника И захватить его в плен В крайнем случае уничтожить Младший сержант Асянина Шаг вперед Выбрать четверех бойцов своего отделения Боец Камелькова Я Боец в четвертах Я Отставить! Немцев идем ловить на рыбу И это не единственный фильм о Великой Отечественной войне Еще был фильм СМЕРШ Да Расскажи, какие роли тебе более близки? Такие драматические или все-таки что-то более легкие? Ну, ты назвала сейчас, наверное, такие две мои очень любимые работы Да, вот мне просто они как-то прям близки к сердцу Ты просто настолько органично У меня мурашка Ой, спасибо большое Потому что я считаю, ты, конечно, очень талантливая актриса Ты и певица замечательная Ну, к этому вернемся чуть позже В общем, про роли Что бы ты хотела еще, может быть, сыграть? Ой, что бы я хотела сыграть? Я каждый раз что-то хочу сыграть Но каждый раз, когда меня спрашивают Я забываю, что бы это могло быть Ну, на самом деле, меня интересует У меня нету такой роли Какой-то костюмной истории Вот, что бы это были прям кремплиновые вот эти платья Исторические, да? Исторические, да? Вот такая вот роль Мне она очень интересна Ну, и безусловно Да, я прям чувствую, на самом деле, что еще Вот не появился тот режиссер, который разглядел Женю Малахову И вот это вот, не знаю, какой-нибудь фрейли Ну, ладно, Екатерина, наверное, мы не очень похожи Не буду хорошо занимать Ну, и еще, конечно же, Анна Каренина Ну, тоже другой цвет волос Даже перекрашивалась уже ради этого И все равно режиссера не видели Взяли кого там цвет хочет 15 ролей в фильмах Какая самая любимая картина? Ну, наверное, «Азорь здесь тихий» Ну, потому что это великое кино Это великое произведение Это большая честь для меня И я всегда так в шутку С учетом того, что у вас передача про еду Говорю о том, что, мне кажется, сыграв в фильме «Азорь здесь тихий» И все, можно готовить дома борщи И больше ничего не делать Это вот такая вот прям действительно Большое-большое в моей жизни Большая удача Вот, которое со мной сложилось Случилось Хотя я, как фаталист, считаю, что все предреспределено уже И предрешено Но действительно получить роль Жени Камельковой Будучи еще и Женей Это вообще прям было волшебно Рая, Вера, идите купаться Расцветали яблони и груши Какие происходили истории на съемочной площадке, когда снимали этот фильм И было ли трепетно-волнительно Потому что все-таки это новая экранизация любимого картины многими Да, это всегда так прям вот Сразу чувствуешь, ведешь разговор за брускетками с образованными людьми Которую ты еще не попробовала Да, я сейчас попробовала Подождите, я не могу Я пассационник, я человек, который не может два дела делать одновременно Либо сейчас все остановятся, я буду только есть По поводу как раз приятно, что это вот именно экранизация Потому что кто-то называл это ремейком, кто-то еще чем-то И вот действительно спасибо за такое приятное слово экранизация Но во время съемок было много чего Вплоть до того, что в какой-то момент мы все дико испугались Что где-то вокруг рычит медведь И это было очень страшно Оказалось, что это какая-то далекая лодка Так, Жень, мы не можем пройти стороной твою музыкальную карьеру Которую ты начала, кстати Первее, чем актерскую В 16 лет ты выпустила свой первый сингл Мама Да, да Сиделась в клипе Да, но это даже было Это было очень круто 15 лет Это по тем временам смотрелось прям вау Слушай, это на самом деле сейчас смотрится вау Честно, я как бы не Клиник Не одна, Клиник 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 Я не могу без музыки, я ее так сильно люблю Я периодически к ней возвращаюсь Мне очень нравилась эта история с красными маками Потому что она была такая больше даже актерская Стилизована под 90-е Да, я долго искала вот именно ту самую песню Конечно же, скажу по-честному, я считаю, что это чуть-чуть недооцененная песня Потому что я с учетом того, что уже другими вещами занималась, я не понимала, как ее правильно продвигать Когда продюсерский центр все это за тебя делают или ты в теме, это все понятно Да, мы откроем секретик, что мы с Женей были в одном продюсерском центре Да, причем я бы сказала даже лучше В 2005 году у Виктора Яковлевича Доробыша На тот момент и сейчас, в принципе Это очень крутой продюсер Да, да, слушай Это действительно очень круто было Там мы, собственно говоря, с Женей познакомились Это было Господи, как это было давно Очень давно Да, и вот Ты выглядишь прекрасно Спасибо большое Ну, как, собственно, и все мы, да и зрители не видят, какая у нас тут группа съемочная Да Заглядение Заглядение Да Вот, и я периодически хочу что-то сделать такое еще Но я не нахожу вот такого творческого материала, который бы мне нравился Потому что я тогда понимала, что я делаю историю, на самом деле, с красными маками, она была забавной Красные маки, красные Ты мне дарил, ты мне дарил Дикие и опасные Знаки твоей любви А я собрала вокруг себя своих друзей, которые под ключ делали все Начиная от грима, костюма, со мной принимали участие девочки, которые были как раз на съемках СМЕРШа и Мухаббат, сериал вместе со мной Они были костюмерами Гримеры были мои друзья В съемках клипа присутствовали и принимали участие только мои друзья Это самые Да, самые разные Был владелец огромной сети ресторана Значит, где-то была там девочка, которая, она финансистка В общем, это было И я подумала, что вообще это будет круто, когда мы через 20 лет будем сидеть где-нибудь на даче и пересматривать этот клип И говорить, о, посмотри, это же я, а это и он, а это вот так И это я сделала какой-то такой фан, который при всем, при том, очень круто зашел, несмотря на то, что я не вкладывала в него ничего Это был тот момент, реально, когда ко мне подходили на улицу через неделю, через две и говорили, спасибо вам за красные маки Ко мне так на Азоре здесь тихие никто не подходил, потому что меня не могли узнать Потому что у меня было плюс там 7 килограмм на Азоре здесь тихие, другой цвет волос И до сих пор еще многие люди удивляются Как бы, а, это вы снимались в Азоре здесь тихие, круто А вот просто после красных маков у меня был прям фурор Это я, я не знаю, схватила удачу за бороду Ну и работа в рефлекс Расскажи, какие у тебя воспоминания об этом периоде своей жизни Вкусно и много кормили на гастролях, потому что их было много Вешеные гастроли жизни, да Вот я ничего не помню, кроме как какие-то... Скучаешь по тому времени? Когда было много гастролей, ты любишь вообще гастроли? Нет, поэтому я вообще не почему не скучаю Я вообще... Живешь здесь и сейчас Дико счастлива тому, да, что происходит Потому что, например, вот сегодня я вообще рассматриваю ресторанную сферу Я собираюсь запускать, на меня вышла очень интересная девочка со здоровым питанием И у нее большая-большая своя клиентская уже история И мы сейчас с ней делаем, как бы с ее стороны, собственно, она продумывает с докторами именно питание А я делаю с точки зрения финансовой всей модели кухни, фабрики кухни и так далее Поэтому мне каждый раз, Ир, ты же меня знаешь, мне хочется делать с чистого листа что-то новое Сначала у меня была музыка, потом у меня было актерство, когда я вообще все бросила и пошла поступать во ВГИК Сейчас у меня такая какая-то сфера, я работала некоторое время просто для себя Я работала директором по маркетингу одной крупной компании Ну, ты юрист по образованию, поэтому это не странно Да, мне так нравится, мне так нравится себя вообще смотреть в разных-разных жанрах Поэтому я думаю, что обязательно когда-нибудь, девочки, мы посидим с моими брускетами в моем ресторане Это давай-ка начала Так, зови подругу к нам на программу, нам очень интересно С удовольствием С удовольствием С удовольствием Потому что все, что мы делаем здесь на кухне, это исключительно наши навыки Мы делимся с нашими телезрителями тем, что умеем делать А я хочу сказать, что мы с Ирой готовы поделиться своими секретами и лайфхаками Так что, если тебе нужны будут подсказки для твоего ресторана о правильной, полезной еде Мы всегда готовы Да, конечно У нас всегда есть время О чем ты мечтаешь и чего тебе хочется? Хочу большую семью, ресторан, прям реально хочу, девочки, прям очень хочу ресторан Я знаю концепции, которые у меня периодически в связи с пандемией меняются Мне очень нравится представлять себя Жене Малаховой, бизнес-вумен Я прям понимаю, что это мое Я могу очень много делать всяких организационных моментов Я уверена, что еще моя какая-то очень интересная роль тоже впереди И если из таких бытовых мечт, то я бы хотела получить золотой граммофон Потому что моя мама как-то мне сказала, когда мы получали граммофон за песню «Танцы» в группе «Рефлекс» Она мне позвонила вечером и говорит А теперь рассказывай мне каждую секунду, что было в Кремле Я говорю, мама, почему так тебя это интересует? Ты, конечно, всегда интересуешься, но почему именно этот вопрос? Она говорит, я всегда мечтала попасть на золотой граммофон Я понимала, что у моей мамы такая вообще какая-то маленькая мечта Я могла ее осуществить и вот теперь я поняла, что вот это все пусть обязательно будет на галочке Женя, спасибо тебе огромное за прекрасную беседу Мы были безумно рады тебя видеть в нашей программе Спасибо большое Спасибо за энергию, с которой ты сегодня пришла Я думаю, что тот посыл, который ты донесла до наших телезрителей, он действительно до кого-то дойдет И наши телезрители не будут бояться сделать первый шаг навстречу к своей мечте Обязательно Спасибо тебе Пусть все твои мечты сбываются Спасибо большое Спасибо, девочки Слушайте, мне кажется, для женщины нет ничего приятнее неожиданных цветов Вот не когда это на 8 марта держи, а вот просто когда ты не ожидаешь такой раз Спасибо большое Спасибо тебе Вы смотрели кулинарное шоу «Время есть» на ОТВ Увидимся Субтитры подогнал «Симон»